Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители! Мы приветствуем вас в литературной гостиной, где проходят беседы о творчестве, о литературе, о книгах, о писателях. И сегодня в гостях литературной гостиной прекрасный молодой прозаик Татьяна Филатова. Татьяна – член Союза писателей России, лауреат Всероссийской премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова и Международной премии имени Николая Васильевича Гоголя. Татьяна опубликовалась в журналах «Дружба народов», «Знамя» и многих других. Также она автор замечательной книги «О чем молчит лес», о которой она сегодня расскажет подробно. Мы поговорим и о творчестве Татьяны, о ее пути, услышим ее мысли о литературе, наверное, о том, каким должен быть путь молодого писателя сегодня. Татьяна, добрый день! Добрый день, Александр! Вот совсем недавно, да, буквально несколько недель назад ты стал лауреатом Международной премии имени Гоголя, а до этого летом Всероссийской премии имени Лермонтова. Вот скажи, пожалуйста, какой был твой путь к этим премиям, да, и что эти премии дали тебе в качестве, ну, наверное, осознания своего творческого пути, возможно, в качестве импульса, стимула для дальнейших творческих совершений. Ну, мой путь был довольно долг. Я начала эту книгу писать в 2016 году. Я задумала ее в Старой Майне, которую я люблю всем своим сердцем. Здесь описание природы, даже навеянная природа из Старой Майинского залива. Я писала эту книгу несколько лет, и с нее начался мой путь в творческих семинарах. Она состоит из трех повестей, и каждую из этих повестей я обсуждала на различных совещаниях, и благодаря этой книге побывала в разных городах, можно сказать так. Эта книга навеяна и природой, и моей любовью к нашей истории, к нашей культуре. В ней три повести. Они объединены одним родом, одним местом действия, и в ней рассказано о людях, которые столкнулись с различными сложностями и трудностями, и как они вышли из них, какими они стали. И, наверное, пока я писала эту книгу, я тоже прошла какой-то определенный путь и вышла несколько другим писателям, наверное, более уверенным в себе. И когда мне уже вручили премии две за эту книгу, я поняла, что как будто бы все эти годы я писала ее не зря, потому что ее высоко оценили. Сейчас эта книга даже бестселлерна, одном из маркетплейсов, и я этому очень рада, и мне кажется, что и читатели, которые, возможно, ее уже прочитали, наверное, почувствовали то, что я хотела туда вложить. И это, конечно, очень радостно для любого автора. А где можно приобрести и почитать книгу? Потому что я думаю, что многие заинтересуются. Очень необычные рассказы, да, очень необычный жанр. Вот где можно прочитать? Ну, она есть на Литресе, есть на Зоне, есть на сайте издательства. Форма слов, заходите на сайт Форма слов. Хорошо. Ну, то есть, я так понимаю, что книга «О чем молчит лес», она стала такой важной вехой, да? То есть, какой-то этап пути творческого пройден, книга издана, премии получены, и в дальнейшем уже, наверное, есть новые творческие планы. Да, сейчас я пишу большой сборник, это уже реализм, потому что в этой книге тексты с фантастическими допущениями, то есть, там наши славянские духи описаны, а сейчас я пишу реализм современной жизни и вообще о том, что происходит сейчас. Книга уже практически собрана, некоторые рассказы из нее опубликованы в журналах «Дружба народов», «Знамя», и сейчас я пишу к ней большую повесть, которая когда-то задумывалась как роман. В данный момент я над этим работаю. Что будет дальше? Посмотрим. Мы вот говорим о книге, о творчестве, может быть, какой-то фрагмент из рассказа. Зачитать? Да, познакомить наших слушателей, заинтриговать их. Ох! Я прочитаю описание, которое я сама очень люблю. Мы вышли за ворота, и земли-то до неба тянутся, глазом не охватить. Вот вернется отец из-за моря. Говорят, оно большое, море это. В него хор спускается, чтобы плыть по оборотному миру. Ходит с неба, оставляет свою колесницу, и на ладе пересекает океан моря, что под нами. Я не видела моря. Только большое зеленое море молодой травы, да бескрайнее лесное море, в котором утонуть можно. Теперь вечерело. Яркие цветочки выпило знойное лето. Мой рыжий бежал по бурьяну с кочки на кочку. Лет подходил к концу, в лесу было пусто. Ягоды отошли. Серые столбики высохших цветов торчали из земли. Предзакатный свет пронизывал все синькой. Сухие травинки пели песню ветра. Жениха моего прошлой зимой похоронили на столпе на путях. Земля, что камень тогда была. Он в ту зиму приезжал к нам с отцом уговориться. Да за ним мог. Я думала, может, строивую убила, не зараза вовсе. Вот отец приедет, прошу его отпустить меня. Сяду в ладью да поплыву в мамину весь. Глядишь, там жених мой, только отпрошусь прежде, не стану косу урезать. Я бы и здесь осталась. Да женихов тут нет, и что от леса бежать? Леса я не боюсь. Лес вот он, рукой подать. Говорят, раньше не сажали ни жито, ни репа, у него сделывали поля, лес кормил. И птицы, и звери, и ягоды, и грибы, всего вдоволь. Только поклониться нужно. Попросить хозяина пропустить. Со зверьем вернуться и самому не погибнуть. Отец и стройборич за медведем тот год ходили. В его шкуре теперь зимой ходят. А так лиса да зайца попадаются. В наше им селение семнадцать дворов, да пока никто на охоте не пропал. Бабушка огни говорила, что в нашем лесу хозяин добрый, помогает и не обидит зря. Ей ее бабушка говорила, не бойся леса, детка волей нашему роду благоволит. Уж откуда такие басни, не знаю, но лес я люблю и не боюсь вовсе. Сейчас такая пора до полудня лета, а после осень. Еще немного и к нам из небесной дали спустятся молочные туманы. Вот прохладный ветер коснулся руки. Он уже знает, что зима проснулась и вздохнула из оборотного мира, куда ее прогоняют по весне. И ветры на легких крыльях облетают земли, и бывают в тех землях, где даже мой отец никогда не был. Но земля еще теплая и до первых холодов далеко. Сиреневыми колючками цвел лопух. Желтые пятнышки пижмы то тут, то там прыгали по лугу. Метелки-осоки клонились на ветру и сухостой колол мои ноги. Мертвые и живые луговые травы смотрели вверх, в небо. Высокое, вечернее и теплое. Словно спрашивали о чем-то из завороженного. В молчании под шорох чужеземных ветров ждали ответов. Спасибо. Очень завораживает. И действительно, прям перед глазами рисуется картина, пейзаж. Спасибо, Татьяна. Даже вот меня заинтриговало, мне очень захотелось этот рассказ прочитать. Хотя я и читал твою книгу, но мне захотелось перечитать ее еще раз, потому что любое хорошее произведение нужно читать не один раз, чтобы понять его, увидеть разные нюансы. Помимо литературного творчества, ты еще работаешь в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени Аксакова. Скажи, пожалуйста, работа в библиотеке, она помогает творческому процессу, близость к книгам, близость к культурным мероприятиям. Как у тебя получается совмещать? Да, я думаю, что работы бывают такие, которые как-то высушивают человека, и он находится в постоянной какой-то гонке, а работа в культуре, она, конечно, человек наполняет. И я пришла в Аксаковку в 2016 году, кстати, в том же году, когда задумала эту книгу, и я поняла, что это мое место, я действительно там воплощаю все свои идеи, возможности и потенциал. Я думаю, что работаю на благо, и это действительно важно, потому что работа, она же снимает, честно говоря, большую часть нашей жизни. И поэтому иметь какое-то свое место, где ты действительно рад находиться, это дорогого стоит. Да, полностью согласен. Вообще многие творческие люди работают в культуре, да, и писатели работают в библиотеках. А вот Татьяна Филатова, писатель, и Татьяна Филатова, человек, это как бы два разных персонажа, то есть ты раскрываешь себя в своих героях, или твои герои – это люди, которые совершенно к тебе не причастны? Ну, я думаю, что даже в моих мужских персонажах все равно я. Мне кажется, что разные мои герои – это разные части меня. Ну, конечно, это не вот абсолютный автофикшн, но все, о чем я пишу, когда-то так или иначе было мною пережито. Так что это мои альтер-эго. Ну, еще важно заметить, что по образованию Татьяна дизайнер, и, наверное, поэтому у нее так хорошо получается эти художественные описания природы и всего прочего. Наверное, это, да, художественное образование дает все-таки о себе знать. Да, возможно, потому что я и визуал, я рисовала 10 лет своей жизни практически постоянно. Конечно, это имеет влияние свое. Но также я ведь вдохновляюсь не только собой, я вдохновляюсь еще и какими-то историями, которые происходят с окружающими меня людьми. Но все равно так или иначе, они все пропущены через меня, да, и через мое художественное видение в том числе. Ну, то есть вот в будущей книге, которая будет состоять из реалистических рассказов, там именно те истории, которые происходили так или иначе с тобой или с твоими друзьями, или со знакомыми тебе людьми. Да. То есть это будет... Это так, да. Ну, они, конечно, переработанные, то есть это не дневники и не один в один истории жизни людей каких-то, и люди сами по себе переработанные. Но это как-то вот... Литература происходит, она происходит как будто бы каждый день, если сфокусироваться на ней, то ты замечаешь, что какое-то событие, это вот садись и пиши литературные истории, только если, конечно, настроиться на это и замечать. Ну, они все переработанные, да, то есть это художественная обработка. Ну, совсем недавно, в конце августа, в Ульяновске прошла Всероссийская мастерская молодого писателя «Платиновый век», в которой приняли участие 40 авторов из разных регионов России. Вот, это хороший опыт для Ульяновской области, возрождение традиций, да, потому что раньше такие мероприятия проходили ежегодно, вот, потом был перерыв, сейчас мы возродили это. И надеюсь, что и в следующем году пройдет мастерская молодого писателя «Платиновый век». В рамках мастерской прошли творческие семинары по направлению поэзии, проза, были творческие встречи в библиотеках города с участниками. И среди мастеров и экспертов мастерской была и наша сегодняшняя героиня Татьяна Филатова. И очень бы хотелось поговорить вот про эту составляющую творческого процесса, потому что ты уже не в первый раз была мастером и ведущим семинара. И хотелось бы услышать об этом опыте. Во-первых, что тебе запомнилось на мастерской «Платиновый век», что было в вашем семинаре, и вообще, каково это быть мастером, быть ведущим семинара? Да, не в первый и, надеюсь, не в последний. Ну, да, конечно, быть мастером – это большая ответственность, особенно, когда на мероприятии, на семинаре присутствуют такие авторы, как Екатерина Годвер, и ты понимаешь, что тебе вроде бы и нечего сказать. Но очень стараешься в любом случае, потому что когда я сама езжу на семинары, для меня это всегда как праздник. И все мастера, у которых я была, они остаются у меня внутри. И когда я сомневаюсь в своих текстах, а это бывает постоянно, я даже веду с ними мысленные диалоги. То есть я представляю себе мастера, говорю, вот он бы сказал вот это. А я, да, наверное, надо вот так сделать. А когда я сама была мастером, я тоже стараюсь дать вообще максимум своих возможностей для того, чтобы что-то лучшее человек увидел в своих текстах и от каких-то тонких каких-то недочетов, каких-то крупных проблем и так далее избавился. Вот. Ну, по моему мнению, это очень важно. Как говорят, литературе невозможно научить. Я тоже согласна с этим, потому что литература — это то, что находится уже внутри каждого из нас, писателя. Вот. Но можно настроить, произвести какую-то тонкую настройку, участвуя в семинарах. И семинары — это, мне кажется, самое-самое важное и самое действенное, что вообще существует в качестве литературного обучения. Вот, например, без них не было бы ни моей книги, ни моих текстов. И поэтому, конечно, когда я была мастером, я ощущала эту большую ответственность. Потому что, казалось бы, ты мастер, и ты оцениваешь текст, и ничего подобного. Люди, которые участвуют на семинаре, они также оценивают тебя, потому что по тому, как ты ведешь семинар, очень видно вообще твой профессионализм, на то, насколько ты вообще сам в этом разбираешься. Потому что есть читательское мнение, да, это вот, как плакала вся маршрутка, а есть мнение мастера, который видит как бы глубже, который смотрит на текст, как на какую-то структуру, который понимает более тонкие вещи. И вот это мастерство, и вот ему тоже нужно учиться. Это не просто так. И, конечно, когда мне выпала такая возможность быть мастером, я, ну, я сомневалась в себе, но я поняла, что, да, это шанс научиться чему-то новому и дать то, чем у меня научили другим людям. И это очень здорово. Вот ты сказала одну очень интересную фразу. Я часто сомневаюсь в своих произведениях. А вообще, насколько важно молодому автору сомневаться в своих произведениях? Мне кажется, что сомневаться в своих произведениях важно не только молодому автору, а любому автору. Потому что литература и творчество – это такой очень живой процесс, как будто ты взращиваешь что-то живое, и это что-то живое, ты и занесешь за него ответственность, и показываешь его в итоге миру, да, и если ты что-то сделал и думаешь, что это прекрасно и так само по себе, то, ну, это не есть хорошо. Я думаю, что из-за этого сомнения внутреннего и рождается что-то очень ценное и важное. Ну да, то есть автор сомневается, он возвращается к этому, работает, да, что-то улучшает, да, чего-то отказывается, и в итоге, в итоге получается хорошо. Ну, а вообще вот уровень семинара порадовал или скорее огорчил? Да, я была настолько поражена некоторыми текстами, что ходила и рассказывала, такой текст, такой текст, такой автор. Я, конечно, была очень обрадована, что такие интересные. Чем сильнее работы в семинаре у людей, тем интереснее там, в принципе, находиться, интереснее их обсуждать. Но, конечно, были и люди совсем, авторы совсем начинающие, которые им тоже было очень полезно поучаствовать, потому что они потом говорили, что вот я, да, я ощутил такой подъем, такое вдохновение, что вот я теперь буду писать лучше, я буду стараться, я все понял. Уровень был разный и был очень интересный из-за этого. Ну да, когда такая картина разнообразная, это всегда, наверное, как-то добавляет и остроты обсуждения, и добавляет какое-то разнообразие. Ну, а вот что бы ты могла сказать молодому писателю, да, посоветовать, может быть, вот как построить свой творческий путь, как-то сказать, свою траекторию развития? Мне кажется, что какого-то универсального совета для любого автора молодого его нет, потому что творчество, оно же такое же разное, как и все люди, да, как и все авторы. И у каждого свое. Я вот, например, мне можно дать совет побольше ездить в старую майну, а кому-то, наоборот, побольше общаться с людьми, да, смотреть на эту жизнь и находить в ней сюжеты. Безусловно, всем нужно ездить на семинары, безусловно, всем нужно обсуждаться. И очень важно читать еще тексты своих товарищей, смотреть за литературным процессом, потому что, когда ты оторван от этого мира, тебе действительно может казаться, что у меня все такое прекрасное и замечательное, но когда ты выходишь на какую-то ступень, оглядываешься по сторонам и понимаешь, что есть вот такое и такое, то тебе хочется и расти, и развиваться, и стремиться куда-то. Поэтому, наверное, вот универсальный совет, да, есть – это участвовать в семинарах. Ну да, тем более, что сейчас очень большой выбор, потому что проводятся семинары и от Совета молодых литераторов России, да, проводятся семинары от ассоциаций и писателей, и издателей, и липки, да, также, надеюсь, будут продолжаться. И, в общем, выбор очень большой, есть, куда подать свою заявку, есть, куда поехать. У нас в Ульяновске работает литературная студия «Лик» уже не первый год, и для начинающих авторов, которые еще не решаются подать свои тексты на какие-то большие мероприятия, можно прийти к нам, где мы также каждый месяц обсуждаем молодых авторов, и, как правильно сказала Татьяна, просто очень важно, даже, может быть, если на первых порах будет страшно обсуждаться, как-то некомфортно, важно просто общаться друг с другом, общаться с молодыми авторами, со своими коллегами по Перу, которые могут с тобой о чем-то поспорить, которые могут тебе сказать что-то интересное. Поэтому, если нас слушают молодые, юные, начинающие ульяновские авторы, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет молодых литераторов Ульяновской области», приходите в литературную студию «ЛИК», и, собственно, будем с вами общаться, обсуждаться. И кто знает, может быть, вы тоже будете блистать на семинарах, форумах, премиях и так далее. Потому что, как говорится, нет ничего невозможного. А еще вот у меня такой вопрос. Вот ты часто ездишь на разные семинары, совещания. Вот, может быть, это будет банально, но все-таки мне вот интересно твое видение. О чем сейчас в основном пишут молодые авторы? Что волнует, так сказать, больше всего? Я думаю, что, не скажу ничего нового, если отвечу, что людей разных, как всегда, интересует разное и задевает разное. И, наверное, это самое главное, когда человека интересует что-то свое. Потому что, как много людей на свете, так же и много различных точек зрения. И произведения молодых писателей, и вообще писателей помогают посмотреть и прожить какие-то ситуации, в которых ты сам никогда не окажешься. Я думаю, что сейчас есть какая-то тенденция на искренность, на какой-то психологизм и на истории, которые, ну, можно назвать автофикшен, говоря об искренности. И именно вот такие истории, мне кажется, и сейчас и нужны. То есть их сейчас и пишут, и они сейчас и нужны. Потому что нам всем, наверное, не хватает какого-то, какой-то поддержки. И поэтому истории вот такого плана, они, во-первых, популярны, и они вот сейчас и пишутся. Мне кажется, это здорово. А какая главная творческая мечта Татьяны Филатовой? Купить себе дом в лесу в Старой Паме. И будет у меня много творчества. А я думал уже, ты уже на пути к этому, да. Ну, к сожалению, там, где я хочу, ничего не продают. Ну да, то есть, видимо, это твое место силы, которое тебя вдохновляет. Да, моя творческая цель вот именно такая. Не очевидная, но такая. Это очень хорошая цель, потому что очень важно быть в гармонии с природой. И именно это приносит вдохновение. Может быть, еще, да, вот фрагменты с книги? Да, у меня есть. Ветер высушил колоски. Дождь упал на землю и исчез, прорасти в траву. Крыло пестрой бабочки поднялось вместе с пылью и кружилось спиной лошади, скачущей через лук. Цветы бережно закрывали бутоны, прячась от холодной ночи. Тучи набегали и исчезали за горизонтом, застилая и возвращая свет. Семена отрывались от стеблей и неслись в другие земли. Желтая пижма разрасталась среди сухих черных погремков. День занимался на одном краю земли и затухал на другом. Утки собирались в клины, кружились над рекой. Листья потеряли свежесть, поплыли туманы. Все было как раньше, с года в год и до сих пор. И здесь до сих пор была я. Стук моего сердца наполнял тело теплом и дыханием жизнью. Жизнь, которая окружала повсюду, рождалась и увидала на этом лугу. И в поле, и в селении, и за рекой. Когда приходили зорницы и красными всполохами взрывались в синеющем небоскат, мы собирали урожай. Отец выходил в поле и гладил в ладонях твердые, тяжелые колосья жито. И я всегда была с ним. Пугливо сжималась носом в его живот, завидев мальчишек или его младших братьев. Он клал большую теплую ладоню на макушку, и я знала, что никто не посмеет меня тронуть, пока он есть. Он защищал всех от голода зимы, напасти болезней и разграблений соседей. А теперь лес идет на нас, и никто не решается даже вырубить молодняк, разросшийся за лето. Без него нас не станет. У отца не было сынов. Старший стрый Борич не сможет быть большаком. Завтра ночь начнет наступать на день. Вот закончится урожай. И до первого снега нарядит меня в красное платье. Закроет платком, заставит столы в доме отца, застелит его в постель. Я буду кричать во все горло, никто меня не услышит. Замечательно. Я думаю, что после таких ярких фрагментов каждый наш слушатель обязательно захочет прочитать книгу «О чем молчит лес». Она же, кстати, есть, наверное, в библиотеках. Да, она есть во дворце книги, в библиотеке имени Аксакова и в библиотеке на Кирове. Хорошо. Отлично. Но так как наше время уже подходит к концу, хотелось бы сказать еще несколько слов для наших потенциальных слушателей, молодых авторов, что сейчас идет прием заявок на студенческую литературную лабораторию «Пиши не в стол», куда мы принимаем заявки от старших школьников, студентов, вузов и техникумов. Лаборатория пройдет в середине ноября. Там тоже будут семинары, будут мастер-классы. И всегда очень интересно работать с текстами молодых авторов. Татьяна будет тоже ведущим семинара, поэтому... Присылайте заявки. Присылайте заявки. Все подробности в нашей группе «Совет молодых литераторов Ульяновска». Также надеюсь, что скоро стартует прием заявок на областную молодежную литературную премию «Первая роса», которая в следующем году отметит свое 25-летие. Также призываю следить за новостями и подавать заявки. Татьяна, несколько слов пожеланий нашим слушателям, читателям, зрителям литературной гостиной. Я желаю всем читать больше книг, потому что сейчас и сериалы, и тикток вытесняют чтение, но его невозможно заменить. Я желаю найти свою среду, следовать своим целям, иметь творческую энергию в любом ключе, если вы доктор, если вы учитель, если вы инженер, и наслаждаться этой жизнью, потому что она же классная. Очень хорошие слова. Я вам тоже желаю радости, оптимизма в эти хмурые осенние дни. Читайте хорошие книги, созидайте и вдохновляйтесь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова